Всем привет, с вами снова славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно, вы скажете почему-то не в мерче, потому что он грязный, его нужно постирать, но я напоминаю, что он существует. Он существует, его надо покупать. Короче, я подумал, если же у меня есть дача, на которую мы сейчас поедем, и если же я купил вертел на эту дачу, ну, точнее, машу не купил, но не важно, у меня есть вертел, у меня есть уголь, я подумал, что такого можем сделать? Куриц мы уже делали, большой, значит, говяжий рибай мы делали. Я подумал, а можно ли сделать на вертеле ребра, вот такие вот плоские свинячные ребрышки барбекю, замариновать их и сделать? Чего получится? Любопытно, давайте попробуем. Открываем нашим баритвенным ножом наши полоские свинячные ребра, и все, что нам нужно сделать, это их замариновать. А для того, чтобы их замариновать и промариновались они с двух сторон, нам нужно, как всегда, снять вот эту вот вонючую пленку. А чего вы ее прорезали? Зачем вы это сделали? Зачем вы прорезали мою пленку? Ну, ладно, бог с ним. Блин, офигеть. Посмотрите, мясцо нежное, ребрышки. Но, смотрите, если вы покупаете вот такие ребра, покупайте больше, чем вам кажется нужно. Потому что тут они тоненькие, и там треть минимум, это кость. То есть, окажется, что половину вот такой вот штуковины любой, даже девушка, может съесть просто в жало. То есть, вот, не знаю, вот такой вот шмат этих ребер обгладывается одним человеком, хотя кажется, что это много. Нет, это немного. Поэтому, если вы хотите взять одну штуку, берите две. Хотите взять полторы, берите три. Ну, или сколько там у вас на вертел поместится. Конечно, если вертела нет, можно и просто крутить все это дело на решеточке. Но я подумал, если у меня есть вертел, то грех его не использовать. Почему-то я обожаю смотреть, медитировать, как мясо крутится на вертеле. Итак, что подцепить пленку, лучше использовать либо ложку, либо вилку, и вот так вот протолкать ее, для того, чтобы найти кончик. И когда мы можем уже за что-то зацепиться, вот, зацепиться, то, собственно, мы берем бумажным полотенцем и, не торопясь, все это дело сдираем кусманами, насколько можем. Вот так вот. Если что-то оторвалось, начинаем с другой стороны заново. Главное, содрать максимальное количество вот этой штуки, сквозь которую маринад практически не проникает, то есть она прям плотная. Еще раз, берем что-то тупое и проталкиваем вот так вот, вот, вот так вот, вот так вот. И, видите, мы находим конец этой пленки, вот так. И не рвем ее пока что, видите, оп-оп-оп-оп, то есть ложка, тупая ложка, подходит идеально. А когда нашли кончик, то тут уже все просто. Подхватили и постепенно тянем. Если оторвем, просто начинаем заново. То есть подсовываем ложку или вилку еще раз. Прям вот, вот, вот так. Ну, вы поняли. Что касается маринада, я возьму такой базовый, простейший лайм, чеснок, петушечка, немного оливочая и замесюку это с солью с перцем. Само собой, у меня тут, я не знаю, сколько у меня здесь всякого, сколько у меня всяких соусов, сколько у меня всяких перцев, сколько у меня всяких специй. Но я хочу, чтобы вот рецепт был простой. Из серии блундернули все и в пакет и все. Начнем с чеснокаб. Вот, чеснока возьмем и почистим, ну, предположим, 10, 10 зубов на вот эти вот три ленты, три ленты ребер. Итак, основные ингредиенты у нас. Куча чеснока, сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, короче, я побольше, чем 10 зубов почистил, потому что, ну, понимаете. Далее, довольно дофига петрушки. Вот, петруханский, офигенный, свежий. Вот так его сворачиваем и фигачим в блендер. Вот так, шлеп. Весь чеснок идет туда же, шлеп. И на каждую вот эту вот штуковину мы берем по лайму. То есть, лайм, 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 лайм на каждую. Три штуки, три лайма. Вот, из лаймов я их вот так вот раскатал. И оттуда прям ножом можно мясным разрезать, как хотите. Оно все жарится, будет все равно. Вот, вот так вот. Единственное, я выжимать буду через сысочка. Хотя, блин, нифига себе, ни одной семки что-то нет. Даже подозрительно все это звучит. Ладно, зафигачили. Можно сок лимона, но у лимона нету вот этой цитрусовости. Вы знаете, такая летний вайб, скажем так. Это есть только у лайма. А если у вас есть только один лайм, то вы можете взять пару лимонов, из них сок. А слайма сок и цедру. Вот, счистить, чтобы вот аромата было больше. Так, выжимаю своим мега хватом брещевым. Отлично. Теперь фигачим туда нормально так перца. Прям нормально. Можете через кофемолку, но я надеюсь, что в блендере он там весь разойдется. Почти столовую ложку. И соль. Соли столько, как если бы вы эти штуки присаливали самолично. Но эта соль идет в маринад. Да. Вот так. Теперь. Теоретически туда можно добавить немного сахара. Но я бы был очень аккуратен. Сахар, он карамелизует все супер быстро. Поэтому даже если вы добавите туда столовую ложку сахара, то есть не очень много, условно говоря. То это приведет к тому, что у вас корочка будет офигительная. Но оно приготовится супер быстро по внешнему виду, а внутри будет сырым. Поэтому я сахара добавлять не буду. Вы туда там хоть, не знаю, там паприку добавляйте, кориандр добавляйте, фенхель добавляйте. Какие-то смеси перцев. Ну вот это база. Типа чеснок, оливыч, лайм, а собственно петрушка. Вот так туда. Ливанули 2, 3, 4, 5 столовых ложек оливыча. Потому что специи обожают масло и раскрываться в масле. А у нас там есть перец. Погнали. Крошим все это в жужево. Все, на самом деле готово. Там 2 минуточки прошло. О, посмотрите, это просто смузи. Так, кидаем вот так как-то все в тазик. И так заливаем. Прямо вот так. Выскребаем немного рукой. Да, перчик размесился, это великолепно. Но, говорит, пока что не очень. Такая зеленая непонятная жижа. Главное повтирать ее. А если хотите еще ускорить маринование, можете все протыкать вилкой. Чтобы через эти дырочки, ну как это, ускорялось маринование. Но я этим маяться не буду. А сейчас мы засунем все в вакуумный пакет. И пока мы едем на дачу, пока мы там все разведем, пока все вот это, наши ребра и промаринуется. Ну, конечно, если можете оставить на, я не знаю, на 2 дня или хотя бы на ночь в холодильнике, то хуже не будет. Это, я думаю, и так всем понятно. Великолепно. Главное, чтобы все было вот так вот обвалено. Все, а все три наши ребра, три наших реберных пласта, прекрасно влезли в один вакуумный пакет. Ну и шикарно замаринуются, пока мы едем. Их можно свернуть пополам, вот, чтобы пакеты лишние не тратить. Так. Да, кстати, вам это никто не мешает замариновать пару часов и кинуть в морозилку. А потом достать, когда поедете на дачу и пожарить на решетке. Но мы поедем на дачу прямо сейчас. Смотрите, как прям маринад обволакивается. Это прям, прям, прям офигительно. Вот, а мы проедем прямо сейчас и... Вы увидите, как я все это нанизываю. Надеюсь, получится нанизать на вертел шикарно. Ну, а дальше ума много не надо. Сейчас все это дело нанизываем. И главное нам уследить, чтобы первое, не подгорели наши ребрышки. Второе, чтобы их не украли коты. Вот и все. Так, наши ребра, я надеюсь, подмариновались бы немножечко. Вот так. Вопрос, как их насаживать. Я их буду насаживать типа змейкой. Так, ладно. Возьму так сначала. Вот так. И насажу сначала. Вот так. Протыкайся, протыкайся. Вроде успех. Вроде протыкается. Да, и плотно протыкается. Ну, и дальше. Так, поднимем. Еще раз. Вот так. Протыкайся, протыкайся. Протыкается. Да. О, отлично. Так я их и все нанижу. Вот так. Короче, вот так они будут висеть. Опущу вниз. Потом проткнем. Нанижим также остальные. Блин, ну у нас появился еще маленький кот тут. Вот, микро-маленький кот появился. Он, не знаю, совсем малыш. Выглядит, как микро-манул. Ну и большой кот его вроде не гоняет. Может, они родственники. Они похожи? Сами с ними большого кота. Они похожи с большим котом? Ну, чем-то похоже точно. Чувак, оно еще не готово. Что ты щемишь меня? Так, ладно. Осталось проткнуть сверху. Вот так. Немножечко. На самом деле, так плотно все сидит, что я не думаю, что нам в принципе нужно как-то очень сильно протыкать эти ребра. Я их еле проткнул. Ну, посмотрим. Короче, должно зафиксироваться. Мне кажется, будет зашибись. Да, норм. Короче, вот эта вот штука у нас закреплена. Ну, она тыкается об вилку. А вот центральная ничем не закреплена. Поэтому я сделаю такой IQ200 Move. То есть, если у нас центральная вот эта штука попробует провернуться, ей не удастся вот благодаря этим шпажкам провернуться без проворота этой штуки. А эта штука не сможет провернуться, потому что она на вилке. Вот, короче. Подожди, а этого не было раньше. Это еще один котел. Охренеть. Ну и все, собственно, уголек мы разожгли. Сейчас посмотрим, подзолотится оно или нет. Я не уверен, что это нужно чем-то смазывать. Сахара в маринаде не было, поэтому карамелизоваться оно не должно. Как эта фигня называется? Реакция Майяра, когда у тебя карамелизуется сахар на поверхности всякого. Ладно. Настало время все это дело включить. И я думаю, что час-полтора она будет вот так крутиться. По температуре не знаю. Посмотрим минут через 20, как пойдет дело. Но сахара в маринаде нет, поэтому подгореть не должно. Да, народ, процесс пошел. Не удивляйтесь этой черной фиговине. Это типа кровища и всякое, что выходит из ребер. Прошло где-то минут 30 или около того, и процесс точно пошел. Да. А кто не знает, как понять, что процесс прям пошел, помимо вот этого черного. Ребрышки должны торчать. Они должны торчать где-то на сантиметр. И это значит, что все остальное уже готово. Ну, пока что минут 30 прошло, и еще час оно будет крутиться. Я хочу заш... Ну, вот видите, здесь зашкваринка пошла. Вот-вот. На самых краешках... Ах, кричо. Зашкваринка прошла. Но я хочу, чтобы оно все было такое золотистое, поэтому ждем. Так, народ, ребра торчат, просто все великолепно. Оно зашкварилось, но не подгорело. Окей, давайте я попытаюсь просто сейчас ребро достать. Сейчас прокрутится. Мясо должно быть супер нежным, мне кажется. Вот. Некоторые ребра аж... Вот, вот, смотрите, смотрите, вот торчит ребрышка. Мне реально кажется, что я могу его вытащить. Дайте-ка. Ладно. Давайте попробуем. В это время мелкие коты пытаются подкрасться, чтобы украсть наши ребра. С каждым днем их все больше и больше. Так, мне кажется, что теоретически это все можно довольно легко снять. Да, это правда. И вот это тоже. Вот так. И вот это тоже. Оно, конечно, горячее, но не настолько горячее, чтобы вообще совсем нельзя было трогать. И просто я вертел, сейчас вытащу. Надо было вилку взять. Ну ничего, это уже запоздалое прозрение. Так, народ, смотрим на наши ребра. Ну, не совсем на наши, конечно, на свиные, но тем не менее. Прорезаем. Мясо отделяется от костей одним движением практически. Так. Кости можно просто вынимать вот так. Но оно часа полтора-два крутилось. Вот, смотрите, оп. Блин. Отличный маринад на самом деле. Он очень простой. То есть, чеснок, оливочный петрушка. И сначала маринад кажется уродливым. То есть, он такой зеленый, отстойный. А потом оно становится золотистым. Здесь даже ножа не надо. Смотрите, оп. Но само собой нужно все это с овощичками подавать. Потому что все-таки это свинина и не самая мега жирная. Но мне кажется, это офигенно. Гая мораль. Первое. Это очень вкусно. Второе. Это очень красиво. Третье. Это очень мало. Мясо уседает, и получается, что вот у тебя была здоровенная такая штуковина. Осталось там вот. Вот она все съежилась. И осталась такая штучка небольшая. И я, наверное, даже соврал про то, что вот эта штука. Да, кости высаживаются. Что ее на два человека. Наверное, даже на... Происходит атака на мясо. Вот. Я соврал, наверное, что даже это на двух человек. Я думаю, даже на одного. То есть, дофига их берите. А в принципе... Отлично. С вами был славный дружавол. Кушайте много, кушайте вкусно. Я без надписи. Потому что я отправил футболки стираться. Огромное спасибо всем, кто стоит пальцы вверх. Всем пока.